Всем привет! Дятюра дает пронос на матч третьего тура Ла Лиги Вальедолит-Сельта. Встречаются 12-я и 4-я команды текущего сезона. Очные матчи. В 10 последних очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. В последних 4 очных матчах Сельта без подбед над Вальедолитом. Оба очных матча минувшего сезона закончились на 0-0. Как видим, в очных поединках команды чаще играли в последнее время результативные матчи за исключением минувшего сезона. Вальедолит удачно последние 2 года играет против Сельты. Статистика. Вальедолит в последних 10 своих матчах 6 раз играл на обе забьют нет и 6 раз на тотал меньше. Вальедолит без побед в последних 3 своих матчах. Сельта в последних 10 своих матчах 7 раз играла на обе забьют да и 6 раз на тотал меньше. Сельта без поражений в последних 5 своих матчах. Как видим, обе команды больше тяготят к низовым матчам, при этом Сельта часто играет на 1-1. три игры в последних десяти матчах. Во втором туре Вальядолид проиграл до выезда 5-0-2. Судьба матча была решена к 18-й минуте, когда Карвалю пушечным ударом из-за пределов штрафной погнал второй мяч в бороду Вальядолида. Несколькими минутами ранее Фикир реализовал пенальти. В итоге 2-0, которые продержались до конца матча. Цель-то обыграла Валенцию 2-1. Хозяева на порядок острее действовали в атаке и победили заслуженно. Яга Аспас забил оба мяча у Сельты. Сначала он реализовал выход 1-1. Во втором тайме исполнил стандарт в стиле а-ля Месси, сняв паутину с верхнего угла ворот гостей. Валенция выжила максимум из того, что создала. В начале второго тайма Гомес вколотил мяч со средней дистанции. При счете 2-1 хозяева гораздо были ближе к тому, чтобы забить третий гол, нежели гости, чтобы счет сравнять. Дважды за Валенцию играл каркас ворот, но и двух голов Сельты хватило для победы. Сельта, едва спасшаяся в сезоне минувшем, сезон нынешний начала очень резво, взяв 4 очка в первых двух матчах. Валиадолит Дома с командами типа Сельты играет очень надежно. Правда, редко выигрывает, но практически не проигрывает. В минувшем сезоне Валиадолит Дома сыграл в ничью 10 матчей с 19. Сельта на выезде в последних трех сезонах выиграла только 16% своих матчей. Последние две очные игры этих команд закончились в ничью 0-0. Никогда в новейшей истории эти команды не играли 3 матча подряд на тотал меньше, и обе забьют нет. Сельта последнюю игру отыграла на тотал больше, после 4 игр на тотал меньше. В подобных случаях Сельта играет свой следующий матч снова на тотал больше в 64%. У Валиадолита идет серия из 7 домашних матчей на тотал меньше. Это много даже для Валиадолита, который в среднем играет в домашней серии на тотал меньше из 5 матчей, если таковая серия превышает две игры подряд. Как видим, к этому матчу набралось достаточно много объективных факторов, говорящих в пользу результативной победы хозяев. Из связки ставок тотал больше обе забьют до победы первой команды самый высокий коэффициент стоит на победу Валиадолита 2.97, на тотал больше 2.88, на обе забьют до 2.26. Как видим, все коэффициенты очень высокие. У каждого из предложенных вариантов имеются веские основания для захода. Остается выбрать самый надежный, если такой термин вообще применим в ставках. Вариант на победу хозяев изначально наиболее рискованный, поскольку здесь приходится выбирать один вариант из трех. Вариант на тотал больше имеет существенно более высокий коэффициент по сравнению с обе забьют до. Соперники в очных матчах не часто играют в ничью. Последние два матча закончились именно так. Поэтому вероятность третьей ничьей подряд невысока. Если отбросить вариант ничейного исхода и предположить, что забивать будут обе команды, то автоматически получается тотал больше. Поэтому, если играть в результативный матч, то выгоднее брать именно тотал больше, а не обе забьют до, поскольку эта ставка имеет гораздо выше коэффициент и сыграет в преусловном счете 3-0, который иногда проскакивает в очных играх в Алиадолиде и Сельте. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы!